МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они поют, пишут песни, играют в театре, снимаются в кино и играют в футбол. Настоящие профессионалы. В Осиповичах прошел праздник игры номер один. На пляж поиграть в футбол – это вам в Кировск. За чемпионатом области внимательно следил Илья Соболев. Кто стал чемпионом, расскажет в «Спорт-М». Мне очень нравится этот вид спорта, потому что можно после школы эту всю энергию выплеснуть на ролики. Со свистом по торпедо гоняли выходные белорусы юные и взрослые. Могилев принимал чемпионат области по роликовым конькам. Всем привет! В эфире «Спорт-М» и начнем наш сегодняшний выпуск. С футбола его будет много и он будет разным. Футбольный праздник в городе на Свислочи. Они поедут, пишут песни, играют в театре и снимаются в кино. В Осиповичи приехали известные белорусские исполнители и актеры. Вместо привычной сцены – футбольное поле. А в оппонентах артистов – сборная ветеранов осиповического футбола. Дмитрий Смольский! Браво, Дима! Обыграл одного, второго! Леденева обыграл! И сейчас опять Дмитрий Смольский с мячом! Браво, Дима! Я считаю, что это позитивная энергия. Это нужно нашему народу. Такие праздники, они просто украшают нашу жизнь. Это нам не так скучно в этой жизни. Поэтому все прекрасно. Команда и артистов, я думаю, достойна. Но и соперников мы своих уважаем. Бывают и победы, бывают и неудачи. Но все равно стараемся, дружим, собираемся, тренируемся. Пишем песни, концерты. Жизнь прекрасна и интересна. Главное, что есть энергия, есть посыл, есть желание. А тем более в таких товарищеских матчах это всегда приятно. Потому что не важно забить. Главное поиграть в футбол, показать, что даже в таком возрасте, я не имею себя в виду, а вообще рабочая, администрация, играют, дружат в футбол. И это замечательно. Выигрыши от товарищеского матча остались все. А в первую очередь болельщики. В составе «Асиповчан» они увидели футболистов той самой легендарной команды, которая в конце 90-х попала в высшую лигу чемпионата Беларуси. Вспоминается, всегда был хороший коллектив, всегда дружный коллектив был. И за счет этого мы играли и добивались побед. Вспомните те эмоции, впечатления, когда только-только команда дебютировала в высшей лиге, когда все это было в новинку? Конечно, приходило очень много зрителей, которые поддерживали нас очень хорошо. И как бы город жил футболом. Поэтому вспоминаются те времена и хотелось бы, чтобы в дальнейшем такой же антураж был вокруг футбола, вокруг нашего города. В любом матче, наверное, может, должен быть, наверное, победитель. Но я думаю, что побежденных у нас любит, потому что побеждает спорт, побеждает прогресс, побеждает здоровый образ жизни. Да он уже не надевал форму. И поэтому, конечно, немножко сказывается уже возраст. Но все же вот почувствовать эту атмосферу, побыть в составе команд, почувствовать, поверьте, это здорово. Игроки «Артстарс» также хорошо знакомы местной публике. За артистов поступали известные музыканты – Сергей Минский, Анатолий Длузский и другие. Молодцы, в общем, вот несколько моментов таких опасных создали, вот, в частности. Ну, как-то немножко посвежее, повеселее выглядит команда все-таки гостей. Игра равная, что эти, что эти. Очень нравится, особенно нравится наша осиповицкая команда. Такие моменты хорошие были. Я знаю из команды Минска некоторых игроков. Победила дружба 1-1. А далее местных любителей футбола ожидало областное дерби. В рамках первой лиги чемпионата Беларуси осиповичи сыграли с вобруйской белшиной. Этот матч побил в городе рекорд посещаемости последних 7 лет. За игрой наблюдало более тысячи зрителей. Я думаю, что во втором круге, учитывая, что коллектив сплотился, взаимосвязи наиграны, я думаю, что во втором круге мы станем выступать все лучше и лучше и набирать очки от матча к матчу. Главный тренер осиповчан – самый молодой в белорусском футболе. Он лидер команды на поле и за его пределами. В матче с Белшиной Денис Дригалев отметился точным ударом. Все голы в этом поединке были забиты во втором тайме. Намного играем агрессивнее именно в атаке, конечно. В этом плане мы поменяли немножко стратегию. Мы играем агрессивно, стараемся, по крайней мере. Задачу у нас никто не снимал, она стоит выйти в высшую лигу. Поэтому мы немножко укрепили состав, усилились. Я думаю, нам вполне по силам эта задача. Цель же осиповчан – закрепиться в первой лиге. И с таким характером – это по силам. Последние минуты встречи с Белшиной стали настоящим триллером. Главный тренер хозяев сократил разрыв счёте. А под занавес матча зелёно-белые вырвали ничью 2-2. Этим поединком стартовал второй круг чемпионата. Бобруйская Белшина начала его на девятой позиции. Осиповичи расположились на пятнадцатом месте. У футбольного Днепра отвратительное лето. Сплошь поражение в чемпионате страны. На этот раз от Витебска. В Могилёв гости приехали отбирать очки за обидные 0-4 в первом круге. Имея проблемы в обороне, двое основных полузащитников-хозяев были дисквалифицированы. Гости без труда подходили к хозяйской штрафной и либо не попадали в створ ворот, либо выручал Игорь Давгелов. А вот простоявший без дела голкипер гостей активно включился в игру лишь на 34-й минуте матча и нарушил правила в своей штрафной. Пострадал Антелевский, а наказал с точки Шрамченко. Однако на перерыв команды ушли при ничейном результате. В добавленное время счет на табло уравнял удар в дальний угол Квашука. Следующие 45 минут прошли без явного преимущества гостей, но и этого хватило для еще одного, как оказалось, победного гола. Очередное поражение Днепра, уже шестое подряд. Стоит обратить внимание, что пять проигранных поединков завершились для могилевчан с минимальной разницей в счете, но это слабое утешение. Днепровцы 11-е в турнирной таблице. За медалями чемпионата области в Кировск в райцентре определили лучшие команды региона по пляжному футболу. В июле соперники провели игры группового этапа, а в августе сошлись в раунде плей-офф. Борьбу за главный трофей вели пять клубов из Могилева, Бобруйска и Кировска. Фавориток соревнований были хозяева. И в финале болельщики увидели местное дерби, где у США противостояла юности. Одолеть своих юных оппонентов Дю США смогла только в заключительном периоде победа 3-1. Переломным в этой встрече оказался гол игрока сборной Белоруссии Юрия Петровского. А сколько было принципиально выиграть, скажем так, в дерби? Нам принципиально. Как бы малыши с нами тренируются, и тоже вот они готовятся, готовятся. Вот видно, что у них тоже получается. Я думаю, что после нас тоже будет что-то останется. Вот так вот. И, ну, удивила только чуть-чуть Могилевская команда, и все больше, в принципе. Ну, конечно, тут и поиграть сложно с ними. Они выше, больше. Ну, как получается. Решил именно уже сосредоточиться на пляжном футболе? Да. Мне нравится в пляжном футболе удары через себя, разные удары. Страфные хорошо бить. Бронзовые медали достались Могилевскому ЛПК. В заключительной игре эта команда была сильнее Бобруйска 6-4. Мы просто собрались из разных команд. С большого футбола, с мини-футбола. Разные команды, не с одной, даже с разных. Ну, приехали, задач никаких не ставили, но заняли третье место. Очень приятно. Приятно в Кировске такие соревнования устраивает область. А у нас такой большой город Могилев, и нету таких мест специальных для такого вида спорта. Но я думаю, что он бы очень сильно развивался, и хорошо бы было. Ну, дети бы играли. Уже второй год участвовали на этом турнире. В том году было все не очень хорошо. В том году мы проиграли все игры. В этом году мы ушли в плей-офф. Как бы ребята все стараются. Мы, в принципе, не тренируем пляжный футбол. Все играют в мини. У нас как бы в Русске более развито. То есть, ну, тут как бы стремление ребят, то есть, желание победить, как бы, никакого опыта, просто рвение вперед. И все, то есть, это нам и помогло. Лучший бомбардир турнира. Довольны своим результатом? Сколько забили? Конечно. Ну, как бы, ста диплов, вот забил три, и за это получил. То есть, не ожидал, конечно, но нужно было брать, ну, как сказать, взять себя в силы, то есть, и вести команду вперед. Вот оно и получилось. Для победителя чемпионата ДЮС США сезон продолжается. Кировский клуб отправится на республиканский турнир, в котором сыграют победители всех областей и города Минска. Матчи пройдут в начале сентября. В Минске завершился международный турнир по боксу. За награды дрались более ста боксеров из 15 стран. Белорусская команда была представлена не только сильнейшим составом, но и ближайшим резервом. Сборная завоевала три золотые, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей. Две из них на счету представители Могилевщины. Андрея Михайлова весовой категории до 75 килограммов и Павла Лазаковича 52 килограмма. Турнир в Минске стал для белорусских боксеров важным этапом подготовки к чемпионату мира и юниорскому первенству Европы. В финском Тампере прошел чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе среди юниоров. На счету белорусской команды одна бронзовая медаль, которую в греко-римской борьбе завоевал представитель Могилевщины Никита Климович. Он выиграл поединки с тайваньским, шведским, индийским борцами, в полуфинальной схватке уступил иранскому атлету и в борьбе за бронзу победил финского спортсмена. Подведены итоги открытых республиканских соревнований по троеборью. Могилевские спортсмены показали высокие результаты в соревнованиях уровня сложности. Одна звезда Марина Иванова на лошади по кличке Бодрея заняла первое место. Елена Телепушкина на Лиггорне стала обладателем бронзовой медали. Я катаюсь на роликах три года. Мне очень нравится этот вид спорта, потому что можно после школы всю энергию выплеснуть на ролики. Мне нравятся ролики, этот спорт, потому что это очень весело. Можно занимать первые места и родители могут радоваться. Маленькие мельчане Катя и Захар порадовали родителей и в Могилеве. Ребята в числе призеров открытого чемпионата области по роликовым конькам. Вместе с ними еще 120 человек накручивали круги по стадиону «Торпедо». Среди самых юных участников могилевчанин Глеб Волгов. Тут вообще все легко, то есть там не надо никаких потов, всего этого. То есть пришел, оттренировался и ушел. Мне больше нравится на льду, потому что там не столько ран. А на роликовых, если ты упадешь, то рассчитывай, что у тебя там, наверное, месяц, может, два будут заживать раны. Это традиционные соревнования уже больше 10 лет, если не больше они проводятся. К нам приехали сегодня представители Минска, Витебской области и плюс 4 спортивные организации города Могилева. Тельнейших определяли в четырех возрастных группах. За два дня участники разыграли несколько десятков комплектов медалей. Бороться приходилось и с соперниками, и с капризами погоды. Из-за погодных условий, да, потому что дождь был, сейчас асфальт мокрый, и поэтому старт перенесли. Ну, дома выступать нормально. Сейчас у нас это соревнования больше в качестве, как для старших, у нас для тренировки более. Скажем, такая планка минимум, все-таки учитывая, что выступаешь дома. Выиграть. Выиграть 300 метров. С этой задачей Артем успешно справился. Его достижения повторили и другие представители области. В активе спортсменов Могилевщины первое место в командном зачете. И в завершение выпуска мы вновь возвращаемся на Могилевский стадион «Спартак». Но не будем рассказывать про игру с Витебском, а покажем, чем живет сама арена в то время, когда здесь нет футбола. Арену строили еще в 50-х годах прошлого века. Она стала родной для футбольного клуба «Днепр». Ныне это комплекс, где еще и прыгают в длину, в высоту и бегают на различные дистанции. Под сводами арены расположился тренажерный зал, куда, кстати, любят заглядывать футболисты Могилевского Днепра. Уже потом на поле они показывают свою силу. Чтобы высокая трава не мешала показывать игру футболистам, газон стригут. Дважды в неделю его приводят в норму. Допускается до 3 сантиметров. Вы должны понимать, что чем выше трава, тем медленнее ходит мяч. И это пожелание тренера, скажем так, от 2 до 3 сантиметров. Говорит и показывает стадион «Спартак». Этот голос доносится из комментаторской. Здесь объявляют составы команд, количество зрителей на матче и другую очень полезную информацию. 7350 зрителей вмещает стадион «Спартак». Последний раз такое количество болельщиков собиралось на стадионе 7 лет назад на матче Лиги Европы. Надеемся, этот успех еще когда-нибудь повторится. В эфире была передача «Спорт М». Увидимся через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова